Встреча с Ленинского округа В ходе встречи обсудили не только возможность строительства новых спортивных объектов. Вячеслав Фетисов пригласил всех собравшихся принять участие в губернаторском проекте «Выходи во двор». 9 марта команда Ленинского округа сразится на льду со звездной сборной легенды хоккея. Мы уже четвертый год в этом проекте участвуем. Мы приезжаем в разные города Московской области, играем с местными ребятами, с мужиками, с детьми. Приходят люди. Когда ты ходишь на игру, одна история, когда ты приезжаешь к людям во двор, это совсем другая философия. Далее Вячеслав Фетисов посетил Московский региональный социально-экономический институт, где встретился с преподавательским составом и студентами учебного заведения. С ними депутат обсудил современные вызовы, с которыми столкнулась Россия, и пожелал всем присутствующим учиться и работать на благо Родины. Не бойтесь больших задач и целей, ставьте их перед собой, и обязательно вы добьетесь успехом. Другого варианта нет. Довольствоваться мало, но это, может быть, кого-то устроит. Стремитесь, дерзайте. Посещение объектов Винновской клинической больницы нередко входит в рабочее расписание Вячеслава Фетисова. Здоровье жителей России – одно из приоритетных направлений работы для всех органов власти. Есть достаточно много социальных программ, которые стимулируют работу наших сотрудников. Это и компенсация аренды жилья, это и предоставление служебных помещений, это предоставление служебных квартир от администрации Ленинского городского округа, которые в перспективе могут покупаться. Это доплаты и участковым, и педиатрам, и терапевтам. Винновская ДШИ в 2014 году вошла в 50 лучших школ искусств России. С преподавателями учебного заведения Вячеслав Фетисов поговорил на темы, касающиеся поддержки и финансирования культурных проектов. Коснулись и квартирного вопроса. На него ответила заместитель главы округа Татьяна Квасникова. Закончится немного пятиэтажного здания Маганевского в центре города. Достаточно такое элитное общежитие. И в сентябре вы должны его принять. Вот ищите людей, молодежи, желающие. Сдавайте списки. Я вам гарантирую, все, кто войдут в список, получат даже... Каждая встреча, будь то личные приемы или вот такие разговоры по душам с большим коллективом, неизменно заканчиваются совместным фото и раздачей автографов, что уже стало доброй традицией. Могу сказать, что очень увлекательно было слушать. И, вы знаете, мероприятие у нас такое тут впервые. Просто не хочется расставаться с нашим замечательным Фетисовым. В этот раз расстаться придется, но депутат Государственной Думы всегда на связи. Записаться к нему на прием может любой желающий. А сам Вячеслав Фетисов подчеркивает, подобные встречи – самое ценное, что есть в его работе. Интересная работа с людьми в непростое время, очень интересная во всех отношениях, когда страна бьется за будущее, независимое будущее, за соблюдение всех наших традиций, устоев, ценностей, на которых мы выросли, на которых мы должны растить наших детей и внуков. Так что только в общении, только в обратном восприятии жизни можно принимать правильное решение.